это что вылезает влазит, влазит влезает, все правильно движется шутка пошел я не знал, что будет играть это будет шутка на филе по нему шутка это вкусно это просто шутка 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 21, 22? Он только что спел. Да, за нас запах. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы с каждым годом нам было так тяжело прощаться, как с этим. Чтобы каждый год был настолько позитивно насыщен, что мы бы понимали, что блин, какой классный год. У меня такой первый раз за всю мою жизнь, чтобы мне было тяжело прощаться с этим годом. Я считаю, что возможно, чтобы было так, что каждый год был лучше предыдущего. Еще столько вверх можно рассеять для нас. Еще столько впереди, столько ввыси. Да. Я сейчас про бизнес подумала. Правильно распределять свои силы. Видеть ситуацию вокруг себя. И адаптироваться под нее лучше, чем раньше. Всегда можно делать что-то лучше, чем раньше делать. Если ты считал, что ты хорош в этом, в следующем году можно стать еще лучше. А только ты становишься лучше, ты неминуемо выходишь на мой уровень. Все как-то подтягивается вокруг тебя, под твой уровень личности. В этом году было много работы, много везения. Для меня были переломные моменты, когда... У тебя было первые полгода, капец, как тяжело. Зачем я это говорю? Как будто хочу кого-то обучить, как быть целемостремленным и много работать. Никто это не поймет, из тех, кто так не делает. А те, кто делает, и так это делают. Ну да. Я иду в Канаду, как получится. Получится с визами, дадут визы, сделают визы, поедем. Не поедем, я не расстроюсь. Ты думаешь, что если не дадут визы? Да. Тогда да. Мне нравится больше другая работа. Ну это не очень хорошая новость для меня. От этого у меня полная неизвестность, что впереди вообще. Я такое не люблю. Я тебя успокою, все будет хорошо. Я знаю, что если я приду в Канаду, я не стану вам много счастливее. У меня галочка проставится, что я в Канаде, и все. Я думаю, уйди. Сам факт просто, я хочу узнать, что я побывал там, 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 увидел, но я не готов платить годами своей жизни в ради США, например, наверное. Я хочу, чтобы мне ответил Игорь, или мы созвонились, один на один. И он мне сказал, Оля, молодец, давай мне номер карты, буду тебе каждый день докидывать полторы тысячи долларов. Каждый день? Каждый месяц, я сказала. Сказал каждый день. Классно было бы. Говорка по Фрейду. Да-да-да. Хорошо. Ладно, пусть каждый месяц. Ты что, если я буду получать трешку каждый месяц? Максим, с днем рождения. Приехали на рассвет сегодня. Кто бы мог подумать, что именно в твой день рождения мы поедем, встанем так рано и поедем смотреть рассвет. Просто не хотелось спать. У меня такое вообще не бывает. С 6 утра проснулся и не спится. Да. Не уводит уже. А там еще красота. Ух ты. Ну, прямо Нью-Йорк. Все такое оранжевое. Синющее. Да. А там? Дед Мороз приехал. С Житомира. С Репономира. Когда ты преисполняешься чего-то в путешествиях или что-то ты делаешь, когда тебя накатывает какая-то очень крутая, чтобы эти кратковременные мотивации, какие-то желания делать и все остальное, не пропадало тебе так быстро. И ты успевал очень много чего сделать, чтобы они не заканчивались, а продлевались. Как бы каждая с собой тащила следующую. С днем рождения. Несмотря на какой зимний день, чтобы ваше сердце всегда было тепло, такое утром продолжилось хорошим днем, продолжающей жизни. Загадай желание. Я сегодня был на Арагисе. Я тоже. Шо, какие дни бы побольше жизни? Нам сказали одеть вот такие вот белые костюмчики. Нам осталось какое-нибудь оружие, и мы такие... Хочу! Лицо после массажа. Ну да. Давай, тебя. Чего-то такого, чтобы тебя как было, моего сердечка. Вот что бы ты хотел, чтобы я тебя пожелал, вот это я тебе желаю. Как папа. Чтобы все твои планы реализовались, и чтобы вы решили, все, что многочисленные, которые там стоят. Одно дело, когда человек что-то говорит, а другое, когда он делает. Это самое главное. Ну да. Можно, да. Если делает, то можно, можно в принципе даже не говорить, лишь бы делал. Не, ну конечно, дело, потому что, когда делаешь, делал, но это говорит самому человеку. Это самое главное. Да, у нас программа вокруг света, не выезжая из Киева. Русская баня, тайский массаж, японский ресторан, голливудский фильм. Я сломал, ничего страшного. Все хорошо. Так это есть. Чем пахнет? Япония. Спасибо. Уф ты. Вау. Вы не поверите. Но, мы только что заказали маки вместе с картошкой фри. Это такое блюдо, и они сочетаются. Вот этот соус, он какой-то японский, и когда ты макаешь туда картошку, они очень круто сочетаются. Картошка по-особенному приготовлена, она чем-то так пропитана. Они сумели сделать так, что можно одновременно есть это и это, и оно вкусно вместе. Очень вкусно. Я думал, меня не удивят. И я. Мои самое декординорные удивления чаще всего происходят в Киеве, не где-то в других странах. На предыдущем новом году. Вот. Ну и побольше путешествий получается. Больше путешествий и вкусные еды. Япония в том числе. Он называется Мати. Класс! Меня поздравил японский привет. Загадывай свое второе желание за сегодня. Желание? В некоторых странах можно и рассказывать. Это у нас нельзя. Мы в японском привете. Тут действует японское правило. Хорошо, расскажи такое. Я желаю побывать в Японию. Хорошо. Класс! Вау! Ух ты! Что? Что? Ты гена! Сгущенку с малиной. Напоминает какой-то охеренный варенье, в котором вместо творога крем с творогом. Точно! Точно варенье! Еще болит изгущенку. Японская газета, в которую завернутый десерт. Если бы там еще были деньги подо льдом, но это вообще было бы уже. А мы фильм матрицу посмотрели. Мне очень понравился. А тем, кому не понравилось, они просто боты. да. Чем можно заняться в час ночи? Полежать под снегом и половить снежинки. Вау! Ух ты! А вот тут мы живем в Киеве. Недалеко от нашей киевской квартиры на Позняках. Пришлось вернуться, чтобы собрать все долги. Такая уже бюрократия. У нас сейчас супер-про режим продуктивности. Мы не пьем. У нас каждый день расписано. куча заметок. Календарь, органайзер. Включаем блютус. Почтомат найден. Открыть ячейку. Угу. Хоп. Если что, это в нашем подъезде. И все. Можно идти. Открылить получение. Получено. Все. Плюсы жизни в Украине. Да, это очень нужно. Вот. Смотри, дед делает вот так. Активируется особый режим. Теперь делает вот так. И появляется оплата картой. Надо такие вещи запоминать. Вроде ничего особенного наш быт. Как мы живем. Наше временное жилье. Вот. Был диван, стала полка. А как всегда. Вон там наркотики лежат в больших количествах. сегодня 22 января 2022 года. Ого, как 22222. Понимаешь? что, ждем шармишку? Да. Так. У нас сегодня годовщина. Медная свадьба, 7 лет. конгретулейшнс, конгретулейшнс, юхайс саксэффули сабмитет ю аппликейшн. Конгратюлатьюнс, конгратюлатьюнс. Спасибо тебе, Оль. Горас в плеч, если честно. Меня уже так тошнило от этого всего. Ооо. Что чувствовала, когда начала узнавать про Эджайл. Для меня это был тоже какой-то страшный мир. Просто чем оно отличается? Что такое Эджайл, скрам, как оно все работает? Сейчас я это уже понимаю хотя бы, но сейчас уже пошли следующие вещи, которые тоже сейчас плохо перевариваются. Они должны настаканиться. Мозг уже блокирует, много знаний, много знаний. Ты нервничаешь? Немного. У меня, я бы сказала, приятное нервничание. Мне кажется, что я все сдам. Но я все равно нервничаю, что мне не натупило. Да, привет. Ну давайте вкратце расскажу, если что-то будет непонятно, спрашивай. Окей? Ну я думаю, все будет понятно, все будет прозрачно. У нас открыта архитектура XFD, JKLM, PSD, FISBAS, QLM3P. Глагодаря этому мы доступны 25 на 7. Окей, даунтайм в прошлом году составил 13 секунд, это 99,99,99,99,99,99,99,99,99. Как мы это достигаем? Да все очень просто. Окей, у нас геолокационный кластер. Мы делаем кластер под каждый континент, внутри него кластер под каждую страну, под каждый город, под каждый район, под каждый дом. Окей? То есть подход infrastructure is a code. Или тебе просто нужно поменять несколько переменных в YAML JSON файле, пушить нам на сервис, и все будет очень просто. То есть ты сервисы ставишь 2, scaling ставишь gate, master ставишь 14, work life balance ставишь 0, после этого пушь, твой код проходит через CIS, CD, QO, Fatality, Pipeline, мы поднимаем кубер, да, в нем поднимаем еще один кубер, окей? То есть ты пушишь, это все упаковывается в Docker контейнер, после этого упаковывается в zip-файл, все распаковывается, все мониторинги настроены, все алерты настроены, как только произойдет какая-то проблема, есть логи-логов, тебе придет письмо на почту через 10 минут, окей? Через 15 минут тебе позвонят, через 20 минут тебе домой придет DevOps. У нас клевая система дежурства, очень гибкая, то есть, когда ты дежуришь, назначается еще один дежурный, который следит за тем, как ты дежуришь. Какой? На телефон пришло сообщение от Linux Foundation. Ну? Сейчас буду захотеть. Давай, ну быстрее, быстрее, быстрее. Сдал? Congratulations! Фига, так в сессии, как это говорит, certified Kubernetes security specialist CKS. Красив... О, что делаешь? Ой, знаешь, я зашел на YouTube, и там было видео про... На Azure. Извините, принимаю пищу. Или как это? Кушаю. Мы тут играем в Minecraft. И ты открываешь что? Подарок, надеюсь, это Валентина. Я уже вижу. Это ад! Клево! Мы как раз из ада вышли только, как бы это странно не звучало. Есть такой биом. Будем собирать с тобой? На выходных? Там мне подарок, ну это нам подарок, наверное, на 14 февраля, ну как бы мне, но нам, потому что мы сейчас будем вместе собирать эту красоту. Ну да, А вот. я уже не знаю, но я уже не знаю. Тысяча меня, и после меня будет, тысячи на меня в тысячи, у меня тысяча меня... И волосами их детей возрастно меняют местами Таков закон санксар Друговорот людей, ой, мама Мы тут с вами подумали Сейчас такая ситуация в Украине определенная Ну и лучше, если какой-то кипиш начнется В этот момент быть в Нью-Йорке А может завтра? А что там? Ну цены такие же, как через неделю Ну, послезавтра, например Всем привет, ну что? Готовлюсь перед Нью-Йорком Сделала себе вот такие вот красивые косички И еще буду делать сейчас ламинирование бровей и ресниц Ну и вообще тогда меня мать родная не узнает Вот такacion Вот такая вот Продолжение следует... Правда? А теперь в部農 cam